Здравствуйте, друзья! Друзья, я Максим Мясников, и вы смотрите программу «Золотое время». Насколько почетно для меня встречаться с вами, общаться с вами, и я всегда молюсь о том, чтобы время нашего общения было золотым. Мы сегодня продолжим говорить о Божьем Слове, о том, какие доказательства того, что Библия является Божьим Словом, есть у нас. Нужны ли доказательства вообще? Но прежде чем мы продолжим говорить о Библии, я хочу поделиться тем, что есть в моем сердце. Сегодня по дороге сюда я размышлял о том, о чем я читал на этой неделе. На этой неделе мне попалась статья о том, как делают скрипки. Вы когда-нибудь задумывались о том, как мастер выбирает древесину для скрипки? Я никогда об этом не думал. И вот на этой неделе я начал читать, и мне попалась статья, и я ее начал читать. И меня так захватило это чтение, меня так захватило эта история о том, как мастер выбирает древесину для скрипки. Когда хороший мастер, известный мастер, хочет сделать скрипку, которая будет звучать великолепно. Когда он хочет сделать не просто, как мы говорим, ширпотреб, но он хочет сделать штучную вещь. Вы знаете, что делает мастер? Он сам идет и выбирает дерево. Но вот что изумило меня. Оказывается, мастер, хороший мастер, который делает штучный товар, качественные скрипки, такой мастер никогда не идет в лес. Никогда, оказывается, мастер не зайдет в гущу леса и не будет там искать дерево для своей скрипки. Конечно, подходит только древесина особой породы, только определенные деревья годятся для того, чтобы из них изготавливать скрипки. Но никогда мастер не пойдет в гущу, в чащу лесную. Почему? Оказывается, когда есть лес и деревья стоят плотно, ветер не проникает в сердцевину, в гущу лесной чащи. И деревья, которые растут в центре леса, они не подвергаются действию ветра. Они стоят прямо, и на них вообще не оказывается никакого давления. Для меня это стало новой информацией. И я начал думать о том, как это похоже на нас. Смотрите, мастер, когда ему нужно выбрать дерево для своей скрипки, дерево, у которого будет особая прочная древесина, мастер, оказывается, идет на опушку леса, идет в чистое поле, и он находит дерево, которое растет одно, чтобы рядом с ним не было других деревьев. Ему нужно дерево, которое открыто для порывов ветра. Ему нужно дерево, которое, когда оно росло, которое ветер клонил, придавливал к земле, это дерево выпрямлялось. Ветер снова пытался сломать это дерево, дерево выпрямлялось. Оказывается, только у такого дерева древесина подходит для того, чтобы сделать из нее инструмент высокого качества. насколько это похоже на нас. Я начал думать о Боге, о том, через что нам приходится проходить в жизни. Может быть, вы задаетесь вопросом, почему Бог позволил жизни вас потрепать? Почему ветры жизни так дули, так давили на вас, что вас буквально потрепало жизнью, потрепало ветрами, жизненными ветрами? Есть цель, есть предназначение. Бог смотрит на вас, как на кандидата, для того, чтобы взять вас, взять вашу жизнь, взять то, что внутри вас, то, что стало качественным материалом. И Бог из этого хочет сделать инструмент ручной работы. Как это похоже на нас и на наше отношение с Богом. Это замечательная притча. Когда я читал этот материал о том, как мастер подбирает древесину, я подумал про Иисуса, о том, как он передавал истину, рассказывая притчи. И я, прочитав эту историю, я понял, что это замечательная притча для иллюстрации того, что происходит с нами. И если вас потрепала жизнь, не расстраивайтесь. Это значит, что вы внутри стали более качественным материалом. И Бог будет использовать это. И еще в этой статье было написано, что когда мастеру вообще нужно изготовить шедевр, конечно, он ищет дерево, как я уже сказал, не внутри леса, не парниковое, да, образно говоря, не которое было укрыто от ветра. Он идет в чистое поле и находит дерево, которое было открыто для ветра. Но когда мастеру надо изготовить шедевр, он начинает карабкаться в горы. Потому что в горах ветер, порывы ветра еще сильнее. И мастер там, в горах, ищет дерево, которое стояло около обрыва скалы, там, где ветер вообще с этим деревом делал, что хотел. И когда он находит такое дерево, которое прошло испытание, мастер говорит, вот из этого дерева я сделаю шедевр. И я верю, что Бог сегодня обращается ко многим из вас. Если вас потрепал ветер, была цель, у вас есть предназначение от Бога. И Бог возьмет вас, и Он из вас сделает удивительный инструмент. Главное, чтобы вы оставались в Божьих руках. Каждый из нас сталкивался с клеветой и обвинениями, которыми дьявол атакует наш разум. Обращаясь к верующим на уровне разума и эмоций, он пытается обезоружить, лишить сил и поразить их так же, как он сделал это с израильским войском через Голиафа. Это основной метод, которым дьявол атакует разум верующих. Забрасывает их негативными и ложными утверждениями. Подбрасывая одно лживое обвинение за другим, дьявол сделает все возможное, чтобы оклеветать и унизить вас. Он будет порочить, оскорблять и уничтожать вашу веру, чтобы снова отправить вас в зону комфорта, где вы никогда не сможете сделать ничего значимого для Божьего Царства. Если вы будете прислушиваться к угрозам дьявола достаточно долго, то лишитесь способности действовать. Вы окажетесь по другую сторону победы и потеряете всякое желание противостоять новым вызовам из страха, поражения, катастрофы или того, что скажут о вас люди. Дьявол желает сделать вас своим пленником и разрушить вашу жизнь. Своими ложными идеями и обвинениями сатана стремится ввести вас в состояние бездействия. Но у вас есть сила противостоять врагу. Начните уже сегодня брать власть над всеми эмоциями, обвинениями и ложью, которыми дьявол пытается вывести вас из игры. Возьмите на себя ответственность, научиться говорить в свою жизнь истину Божьего Слова, а не слушать ложь врага. Эти действия лишат дьявола возможности манипулировать вами с помощью ложных ощущений и иллюзий, а также контролировать вашу жизнь. Каждый день наполняйте свой разум Божьим Словом. Это главное оружие против врага и фундамент для вашей победоносной жизни. Друзья, сначала я позволю себе сделать обзор, краткий обзор того, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы с вами говорили о том, что означает слово «канон», потому что написано в начале каждой Библии, что она каноническая. А что это означает? И оказывается, канон – это древнегреческое слово, которым пользовались тысячи лет назад. И этим словом «канон», а наша Библия, она «канон», «канон Писания», словом «канон» называли измерительный инструмент. Я уже показывал вам такой инструмент, и если вдруг вы пропустили последнюю программу, вот, я думаю, каждый из вас встречался с таким измерительным инструментом. Когда мы идем купить что-то, что нужно отмерить, может быть, женщина идет купить материал для платья, для штор, мужчина идет купить линолеум, продавец берет и начинает мерить. И в руках продавца есть мерная линейка. Это отправная точка, это надежный ориентир, неизменная величина. И все, что хотят отрезать, измеряют вот этим каноном. Каноном называли измерительный инструмент. Итак, теперь мы понимаем, что Библия, а мы часто слышим такие фразы, «канон Писания», «каноническая Библия», оказывается речь о том, что Библия – это надежная отправная точка, надежный ориентир, измерительный прибор. И взяв Библию как измерительный инструмент, мы можем измерить какие-то сферы своей жизни. Да что там в своей жизни? Взяв Библию как измерительный инструмент, мы можем измерить все, что угодно, потому что Библия задает или определяет стандарты. И вот что важно помнить. Никогда этот измерительный инструмент не подгоняли подо что-то. Наоборот, все, что измерялось при помощи канона или измерительного инструмента, как мы теперь знаем, все подгонялось под размер канона. Это означает, что мы не имеем права подгонять Библию подо что-то. Иногда наша точка зрения не вяжется с тем, что написано в Библии. Изменяться должна не Библия. Библия – это канон, это измерительный инструмент, это твердая величина, это ориентир. Измениться должно наше мнение. Может быть, вы строите отношения со своей женой или со своим мужем, как вам кажется это правильно делать. Может быть, вы видели, как ваши родители или ваши друзья строят отношения внутри семьи именно так. Но измерительным инструментом отношений с мужем или женой должны быть не отношения ваших родителей и не отношения ваших друзей. Я надеюсь, у вас хорошие были родители или есть, и у вас хорошие друзья, но главным измерительным инструментом является Библия. Библия говорит о том, как муж и жена должны строить отношения внутри семьи. И именно Библия является измерительным инструментом. И если есть в нашей жизни что-то лишнее, мы берем Библию, измеряем, и то, что не соответствует Писанию, мы отрезаем. А если чего-то не хватает, показывает измерительный инструмент, что нам чего-то не хватает, мы добавляем. Мы не должны менять Божье Слово. Напротив, мы должны изменяться в соответствии с Божьим Словом. Меняется не измерительный инструмент. Меняются те, кого или что этот инструмент измеряет. Итак, Библия – это измерительный инструмент. И мы говорим о том, какие доказательства есть у нас. Доказательства того, что Библия – Божье Слово. И я говорил, мы делаем краткий обзор. Я говорил о том, что с точки зрения богословия, богословия или теологии, одним из главных доказательств являются пророчества. В Библии множество пророчеств, которые исполнились, большая часть которых исполнилась, исполняется или исполнится. Изумительно, сколько пророчеств о Иисусе Христе. Минимум 300. Минимум 300. На самом деле их больше, но вот так, если скромно, чтобы вообще с этим нельзя было спорить, представляете, в Ветхом Завете минимум 300 пророчеств, которые уже исполнились в жизни Христа. Библия говорит о том, где он должен был родиться, его родословное, как он должен был жить, как он должен был закончить свою жизнь. И я хочу обратиться к одному пророчеству, которое меня всегда изумляет. Страсти Христовы. Страсти Христовы. Это Исайя 53 глава. Исайя 53 глава. Это было написано за много-много лет до того, как Христос родился и пострадал. 53 глава 3 стих. Он был презрен и умолен пред людьми. Муж скорбей, изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. В 3 стихе написано, что мы отвращали от него лицо свое. Здесь пророчески предсказан, описан тот момент, когда Христа после истязаний видели другие люди. Когда его били плетьми. Когда с него заживо содрали кожу. Свидетели распятий, свидетели пыток плетьми, бичевания плетьми, они говорят о том, что у тех, кого бичевали, вываливались внутренние органы. Потому что эти плети, в которые вплетались кости, куски металла, они вырывали плоть. И вот здесь пророчески предсказано, что написано, мы отвращали от него лицо свое. То есть люди, которые видели истерзанного Христа, им было так жутко на него смотреть, что они закрывали глаза и отворачивались. Они не могли смотреть на это кровавое месиво. Четвертый стих. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучен с обеззакония нашим. И это пророчество изумительно точно исполнилось, когда Христа бичевали и распяли. И каждый раз, когда я читаю 53 главу Исаии, я благодарю Христа за одну вещь. Может быть, вы об этом никогда не задумывались. Мы часто говорим о смерти Иисуса Христа на кресте. О том, каким подвигом страданий стала его смерть. Но я гораздо чаще думаю о мальчишке, о ребенке, которого звали Иисус. Иисус, ведь он родился обыкновенным ребенком. Да, Бог, но и в то же время человек. И когда он рос, его учили священному писанию. И он с детства знал, что он сын Божий. И Иисус с самого детства знал, что ему предстоит умереть за грехи людей. Откуда мы знаем это? В Евангелиях описано, что однажды, когда он был с родителями в Иерусалиме, в храме, он потерялся и остался в храме. Он был ребенком. И родители, Иосиф и Мария, вспомнили о том, что Иисус потерялся. Но там шло огромное количество людей. Они шли с семьями, с друзьями. Они думали, может быть, он идет с теми друзьями, с теми родственниками. Но вдруг выяснилось, что Иисус остался в храме, в Иерусалиме. Он был ребенком. И они спешно вернулись в храм. И когда они его нашли, они говорят, что же ты нас так пугаешь? Он им ответил, разве вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит моему отцу? То есть Иисус, еще будучи мальчиком, мальчишкой, знал, что он сын Божий. И, конечно же, раз он знал об этом, он знал, что он мессия, он знал, когда он, будучи ребенком, изучал Исаию. А все еврейские мальчишки наизусть знают эти стихи. И, представляете, будучи ребенком, он читал о себе, что его обезобразят. Он будет обезображен таким образом, что люди будут отворачиваться. И, представляете, маленькому мальчишке читать это о своем будущем. Но он собирался внутренне с силами. Он знал, что он ради этого и пришел. Для меня вот этот подвиг Христа мальчишки, который знал, какое мучение его ждет, и тем не менее он дошел до этого и не отказался. Для меня вот это ожидание ребенка, вот этого он ожидал, этого мучения и не отказался. Для меня этот подвиг, я не скажу, что превосходит, но он никак не меньше самого подвига смерти на кресте. И так это пророчество исполнилось. Пророчества, которые исполняются, являются доказательством того, что Библия – Божье Слово. Я хочу вам напомнить историю, которая описана в Евангелии от Луки. Мы читали эту историю, мы не будем ее перечитывать, я вкратце вам напомню. Два ученика шли по дороге после того, как Христа распяли, и Христос подошел к ним, они его не узнали, и он им начал разъяснять Писание, объяснять смысл Писания. И когда Христос уже с ними расстался, они поняли, что это был Он. Они сказали, не горело ли сердце наше, когда Он разъяснял нам Писание. Есть много доказательств того, что Божье Слово является книгой, написанной Богом. Но для меня главным доказательством является то воздействие, которое на меня оказывает эта книга, когда я ее читаю, то мощнейшее действие Духа Святого, которое сопровождает чтение Библии, для меня является главным доказательством. И мне, по большому счету, не нужны никакие другие доказательства. Потому что, когда я открываю эту книгу, я знаю, что я открываю для себя сердце Бога, и Он начинает говорить со мной. Тот же самый автор Писания, тот же самый Дух Святой, который побуждал каждого человека, который написал одну из книг Библии, тот же самый Дух Святой живет сегодня во мне. И если вы рождены свыше, если вы признали Христа Господом и Спасителем, если вы совершили покаяние, если вы посвятили свою жизнь Христу, если вы веруете в Бога Отца и Сына, и Духа Святого, то Дух Святой сегодня обитает в вас. Вы обрели Духа Святого. И мы можем читать эту книгу вместе с автором. Подумайте о том, насколько это уникально. Мы можем читать Священное Писание вместе с автором, который внутри нас, который вокруг нас, и он может объяснять нам. Я хочу привести вам такой пример. Представьте себе, вы хотите купить какую-то книгу. Ну, какую? Ну, давайте представим, что вам нужно купить «Войну и мир» Льва Николаевича Толстого. И вы заходите в книжный магазин, и вы говорите, «Здравствуйте, я хотел бы купить «Войну и мир» Льва Николаевича Толстого». Продавщица говорит, «Сейчас она вам дает книги, сколько там томов, да, дает вам полностью все части этой книги, и продавщица задает вопрос, а самого Льва Николаевича вам с собой завернуть?» Вы говорите, «Да, пожалуйста». И она выводит там из кладовой, откуда-то Льва Николаевича Толстого, и вам его с собой, образно говоря, упаковывает или отправляет. И с вами Лев Николаевич приходит к вам домой. Вы садитесь читать «Войну и мир», а Лев Николаевич сидит рядом и дополняет, рассказывает о том, какой у него был художественный замысел, что он здесь имел в виду. Вот это было бы чтение. Представляете, читать произведение Толстого, имея самого автора рядом. У нас с вами есть удивительная книга, Божье Слово, Библия, читать которую мы можем вместе с автором. И автор этой книги может не просто сидеть рядом, Бог рядом, Бог повсюду. Автор этой книги живет внутри нас. Когда мы рождаемся свыше, когда мы совершаем покаяние, когда мы признаем Христа Господом и Спасителем, когда мы веруем в Бога Отца и Сына, и Святого Духа, и когда мы обрели Духа Святого, родились свыше, и Дух Святой внутри нас, Он объясняет нам, что Он имел в виду. Потому что тот же самый Дух Святой, который внутри нас, Он побуждал каждого автора, каждой книги Библии писать то, что они написали. Это книга, которую мы можем читать вместе с автором. Представьте еще следующую ситуацию, еще один пример. Например, вы хотите купить какое-то произведение Антона Павловича. Вы заходите в магазин и говорите, мне там, ну, называете какое-то произведение Чехова, вам дают книгу и говорят, а вам самого Антона Павловича завернуть с собой? Вы говорите, да, будьте добры. И вам Антона Павловича упаковывают, и вы его с собой домой. Ну, это пример, вы понимаете, да? И с вами Антон Павлович рядом сидит, и вы читаете какое-то произведение Чехова, а он рядом вам рассказывает, что он имел в виду. Или, может быть, вам нравится Дарья Донцова? Я, к сожалению, не читал ни одного произведения, но я с уважением отношусь к тем, кто читает Дарью Донцову и к ее произведениям. И вы заходите в магазин и говорите, дайте мне новую книжку Дарьи Донцовой. Вам продают новую книгу Дарьи Донцовой и еще саму Дарью Донцову вам. Говорят, хотите? Она с вами пойдет домой и вам расскажет там то, что вы упустите. Вот это было бы чтение. Нам дана уникальная книга. Библия. Автор, который живет в нас. Именно поэтому те ощущения, которые у нас вызывает чтение Библии, у нас не вызовет ни одна другая книга. Никакая другая книга не сравнится по мере воздействия на душу, на разум, на психику человека. Никакая другая книга не сравнится с Божьим Словом. Потому что это единственная книга, которую мы можем читать вместе с автором, который объясняет, что Он имел в виду. И наше сердце плавится, когда Он говорит с нами. Оно начинает гореть. Благая весть онлайн – это церковь, открытая для тебя в любое время, в любом месте. Более ста тысяч человек ежемесячно посещает наше служение из разных стран мира для того, чтобы поклоняться Господу вместе с нами, изучать Божье Слово, общаться с другими верующими в разных уголках мира, получить духовную поддержку, служить Господу вместе с нами, быть частью большой духовной семьи. Здравствуйте, я Рик Реннер, пастор онлайн-церкви IGNC «Благая весть». Каждый день я молюсь за вас, находясь здесь, в своем доме. И также именно здесь я читаю Библию. Мы любим вас. Я хочу быть вашим пастором и питать вас Божьим Словом. Я и наша команда, мы хотим служить вам. И вы окажете нам честь, присоединившись к нашей онлайн-семье. Я приглашаю вас сделать это от всего сердца. Позвольте нам служить вам. И позвольте мне учить вас Божьему Слову. Присоединяйтесь к «Благая весть» онлайн. Мы открыты для вас в любое время, в любом месте. Друзья, мне было так приятно сегодня общаться с вами. Я от всего сердца приглашаю вас в нашу церковь. В церковь «Благая весть». Если вы живете в Москве, и вы еще не обрели для себя церковь, которая для вас стала настоящим домом, я уверен, что если вы придете к нам, вы почувствуете себя как дома. И если вы живете не в Москве, наша онлайн-церковь «Благая весть» точно так же создана нами, для того, чтобы вы в нашей онлайн-церкви чувствовали себя как дома. Мы приглашаем вас в нашу онлайн-церковь «Благая весть». Для нас огромная честь то, что вы с нами. Мы благодарны вам за ваше доверие. Давайте встречаться чаще. Благословения вам! В вашей жизни трудный период Вы не видите выхода из сложившейся ситуации Вам необходима молитвенная поддержка Мы готовы поддержать вас в молитве Позвоните нам прямо сейчас Плюс семь четыреста девяносто пять семь два семь четырнадцать семьдесят два Плюс тридцать восемь ноль сорок четыре Четыреста пятьдесят один Восемьдесят три пятнадцать Субтитры создавал DimaTorzok